Всем привет! Сегодня появились свежие новости о тройных баннерах, когда будет их ввод в игру и что там вообще по механике. Так что готовимся принимать неизбежное. Всем приятного просмотра! Сегодня появилась такая информация, что уже в обновлении 4.5 могут ввести тройные баннеры. То есть это будет 13 марта, если ничего не изменится. Слухи о тройных баннерах ходят уже достаточно давно, еще с момента выхода Фонтейна. Но в любом случае это неизбежно. И с каждым обновлением мы становимся все ближе к тройным баннерам. Уже 19 января будет стрим разработчиков, а в моем телеграме появятся промокоды на 300 камней столько для вас. Ссылка в описании. На данный момент в игре есть 30 ивентовых персонажей. И учитывая, что с каждой версией ивентовых персонажей становится все больше и больше, есть большая вероятность того, что в обновлениях Фонтейна все нынешние персонажи не будут зареранены. Так как на всех просто не хватит места в баннерах. То есть игроки реально вынуждены ждать своего любимого персонажа год или даже больше. В то время как некоторые другие персонажи реранятся намного чаще. Буквально каждые несколько обновлений. Это неправильно и несправедливо. А с тройными баннерами можно будет делать по 6 баннеров за одно обновление. А значит, реран нужного персонажа придется ждать намного меньше, чем сейчас. Но здесь стоит вопрос в том, какая будет механика у этих баннеров. Либо обнова будет разбиваться не на 2 части, а на 3. Но тогда время баннеров сократится с 3 недель до 2. Либо разработчики введут какую-то совершенно новую механику. В связи с которой придется менять и механику оружейного баннера. Ну а может они придумают что-то такое, что оружейку менять не придется. Напишите в комментариях, как думаете. Какая механика будет у тройных баннеров? Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока.